Золотая осень приехала в Чебоксары. В эти выходные на площадке перед Национальным музеем прошла выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. Раритетные машины времен СССР. Победа, Газ, Волга, Чайка, Ява. Всего около 50 экспонатов из Чебоксар, Казани, Ульяновска и Ярославля. На этой выставке представлено множество уникальных автомобилей, как, например, вот этот. Посмотрите, автомобиль Старт 1966 года выпуска. Если вы помните, именно на таком красавце Наталья Варлей уезжала в последних кадрах фильма «Кавказская пленница». Кстати, таких автомобилей сохранилось на данный момент всего три. Этот экземпляр Анвар Шахмаев приобрел 12 лет назад на Северном Кавказе. В его коллекции он стал четвертым автомобилем. Он был на ходу, но требовал ремонта кузовной и полностью реставрации салона, двигателя и тому подобное. 12 лет трудов. Он полностью сюда своим ходом приехал из Казани. Я сам за рулем приехал на нем. Другие участники дорожного движения всячески сигнализируют, показывают большим пальцем вверх. Все так приветствуют. Ну, приятно. Получаешь очень хорошую энергетику. Старт не единственный экспонат на выставке, который сошел с экрана. В фильме «Гайдая» снимался и газ АА-55 в народе санитарка. Именно на нем Шурик сбежал из психбольницы. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку у этого пылесоса. Посидеть за баранкой посетителям не удалось, зато можно было заглянуть в кузов. Не сложно определить, что нам больше всего понравилось здесь. Это эта машина, скорая помощь, потому что мы уже здесь полчаса в ней сидим. Вообще мы любим ретро-тему. Прикольно, что люди восстанавливают машины, что сохраняют историю, и это все можно посмотреть сейчас. В стиле ретро на выставке были не только автомобили. Среди коллекционеров техники оказался Владимир Ильич Ленин. У меня «Жигули» 1973 года, самая первая модель. Машины практически все, от болта до болта. Я перебрал своими руками, где нужно было. Но за 10 лет проблем не было. Ну что-то «Жигули» это не подстать-то или еще, нет? Ну да, есть в этом небольшие анахронизмы, но без «Жигули» я тоже не могу. Поэтому приходится совмещать две эпохи несовместимых. Любителям быстрой езды тоже было на что посмотреть. Судея, это уж родная, немецкая кожа тех годов. Это все снято с рамы, на которой год выпуска 1939, прям шильдик. BMW R35 в прошлом – один из самых популярных мотоциклов времен Вермахта. Он и сейчас способен наделать шума. Рядом с немцем 8 чехов. Красные мотоциклы «Ява», самые старые из которых, в этом году отмечают 60-летие. Восстанавливали мы мотоциклы довольно-таки недолго, в течение двух лет. Когда мы садимся на эти мотоциклы, и такое ощущение, как будто вот этих лет, которые мы прожили, как будто их и не было, как будто опять вернулся в молодость. Это очень здорово окрыляет и вдохновляет. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Вадим Тарасов. Республика.